Ну, условно говоря, все равно причины культуры непонятны. Все-таки художники как рождались, так и рождаются. Под художниками, я понимаю, не только те, кто рисует, но и те, кто вообще умеет рефлексировать все, что происходит, и как-то выражать это через какую-то форму, через искусство, музыку, через что-то еще. Просто, мне кажется, в 90-е годы эти тектонические сдвиги культурных форматов, они спровоцировали такую сильную эмоциональность и такую рефлективную, что это вылилось и в музыку, и в какое-то кино, и во что-то еще. Там всплеск был. А сейчас в обществе ничего не происходит. Уже последние лет 17 мы находимся точно в стагнации, кроме хорошей, сытой жизни и каких-то внешних непонятных ситуаций, в обществе как таковом никаких сдвигов резких не происходит. Из-за этого, в принципе, не происходит вот этого, не происходит вот этого всплеска искусства. А инициировать его искусство очень тяжело. То есть, вы не можете сказать, ребята, давайте завтра все будем музыкантами. Ну, все скажут, я не хочу. Или все будут музыкантами настолько последовательно, что они говорят, нет, нет, давайте теперь художники. Нет, слушайте, вы такой хлам рисуете. Давайте все будем балет. Ну, у вас нафиг, ребята, идите обратно, вот, торгуйте своими бульками. Не лезьте сюда. Тут очень непростой вопрос. Все-таки количество художников и их влияние на социум, в принципе, регулируется самим социумом. Сейчас нет запроса на смысл. Поэтому, в принципе, художники все в подполье, музыканты есть. Я думаю, что уверен, что, например, и в Краснодаре есть музыканты и даже свои композиторы. Вы просто их не знаете, потому что у них нет площадок, у них нет критиков, кто бы мог бы их описать, чем они занимаются. У них нет кураторов, кто бы мог их куда-то продюсировать, у них нет среды. Они сидят абсолютно в каком-то своем мире, встроены в какой-нибудь глобальный контекст, российский контекст, и в этом, в полуподпольном контексте существуют и как-то там живут. То, что они здесь физически находятся, вот это плюс глобализации, я теперь могу жить где угодно. Могу быть включен в разные контексты. Да, есть свой плюс, если я нахожусь, например, в городе, где высокая плотность творческого капитала, я вживую там могу с вами встречаться, и как-то у нас шансы больше чего-то договориться, сделать сложную кооперацию, что-то еще. Если я просто уникальный специалист, то я могу сейчас работать, включаться в любые проекты, независимо от того, где я нахожусь. Мне кажется, музыка, это вопрос такой очень сложный, потому что вообще звук, и живопись, и звук, и, мне кажется, скульптура, и театр, и кино сейчас находятся в следующем кризисе. Это кризис, так называемого, мне кажется, человека, потому что мы стали все, с одной стороны, вроде бы сложными, с другой стороны, очень простыми. У нас очень упростился эмоциональный язык. Я всегда говорю, что теперь эмоциональный язык постсоветского человека, он как триггер. У нас есть три эмоциональных состояния. Хорошо, плохо и норм. Наш эмоциональный язык, как мы описываем свои эмоциональные переживания, он очень резко скукожился. В принципе, проблема рэпа такая же, что на поэзию это не тянет, потому что, в принципе, это не про чувства, это вот про некие какое-то описание, некое рефлексивное про что я делал, куда я шел, кого я увидел. Это кинональские песни, что вижу, то и пою. Все-таки, например, если говорить про музыку, то сложная музыка и сложные произведения, все-таки сложные эмоциональные переживания, раскрытые там на всяких нюансах. Вот это вот нюансы пропали, пропала сложность эмоциональная. Из-за этого, в принципе, искусство в кризисе, потому что художник, это все-таки что-то сложное. Это одно из самых сложных явлений.